С начала года специалистами Департамента агентства по противодействию коррупции по Жамбулской области зарегистрировано 55 преступлений. Из них 5 относятся к системным формам коррупции, 2 – незаконному вмешательству в работу субъектов малого и среднего бизнеса, 11 – хищению средств при реализации государственных программ. Об этом на брифинге в региональной службе коммуникации сообщил руководитель Департамента Адель Хан Ащербаев. Повышенные требования предъявлялись контролю за освоением выделенных средств в период пандемии. В этом направлении проделана определенная работа. Например, заместитель главного врача Жолынской центральной районы больницы Байтуриев, а также руководитель административного отдела ОМАНОВ и бухгалтер-кассир Морзалеева незаконно собирали надбавки работников, вовлеченных в борьбу с коронавирусом. В результате 22 медицинским работникам причинен ущерб на сумму в 2,7 миллиона тенге. Приговором Жолынского районного суда они лишены свободы сроком на 3-4 года. Аналогичный случай произошел в Жамбылской центральной районной больнице. Там заместитель главного врача, а врач инфекционного стационара и главная медсестра нанесли ущерб персоналу на сумму 1,8 миллиона тенге. Окончательное решение по данному делу примет суд. Департаментом совместно с Национальной палатой предпринимателей Атамикен проводится мониторинг фактов завышения цен в целях выявления коррупционных рисков в системе государственных закупок. В результате мониторинга по внесенным предложениям государственными органами пересмотрен план государственных закупок. На сегодняшний день сэкономлено более 1 миллиарда тенге бюджетных средств. Мы сотрудничаем и выстраиваем конструктивное взаимодействие с общественными институтами по профилактике и антикоррупционному просвещению. В частности, на общественных советах при партии Нур-Отан поднимаются актуальные вопросы противодействия коррупции. В государственные органы вносятся соответствующие предложения. Также в целях защиты прав и законных интересов предпринимателей совместно с Национальной палатой предпринимателя Атамикен в рамках проекта «Protesting business and investments» был заключен меморандум с 46 инвесторами. Защищены законные права 29 предпринимателей. Кроме того, в целях формирования антикоррупционной культуры при департаменте функционирует информационно-пропагандистский штаб. Состав штаба сформирован из числа лидеров интеллигенции, молодежи области. За период текущего года членами штаба организовано более 250 мероприятий, связанных с формированием антикоррупционной культуры. Кулеш Умурзакова, Ахтамбер Дабитаев, 77 Ньюс.